Играем на ческом с очень сильным мастером фида. Это Роман Янченко. Первый ход был d4, но уже переход идет в защиту каракам. Вариант g4 очень едкий, ядовитый для черных, потому что на слон g6 следует немедленное e4 и просто похороны. Поэтому слона желательно оставлять на d7. Ферзь идет на c8 с идеей где-то как можно раньше провести c5, возможно даже сейчас. Не откладывая это в долгий ящик, конь выходит на c6. Но вот есть определенные проблемы с развитием на королевском фланге. Трудно тут как-то вывести фигуры, но зато в будущем у белых может быть открыт король сильно. И не исключено, что этим удастся воспользоваться. Где-то в последующем нужно будет попытаться вскрыть позицию. Здесь конечно желательно на c5 не зевать, потому что соперник может укрепить ходом b4 эту пешку. Но тут стоит выбор, либо побить, либо сыграть c4. И сделать ставку на атаку на ферзьевом фланге, в то время как соперник будет выстроить игру на королевском. Путем f5, g5 и так далее. Конь на d2 пошел. Ну сильно тут меня он зажал, конечно, и не могу никак коня выкрутить. Наверное придется делать 3-0 или коня вести по маршруту. Конь e7, конь c8 и конь b6. Таким каким-то образом. Наверное так и сделаем. Может быть удастся пешке b2 как-то привязаться. Но правило есть такое, не двигать пешки там, где ты слабее. Поэтому никаких h6, g6 здесь делать не нужно. Просто это будет зацепкой для атаки. Пусть соперник сам пробует меня пробить. Не исключено, что у него это получится. Поскольку выглядит это все очень грозно. И я вынужден пока что стоять. И короля, наверное, в 3-0 вести. Может быть опять b4 у меня будет план. Соперник хочет f6 скорее всего пойти. Большой соблазн сыграть h6 и на слон e7 пробить конь e7. Но все равно после этого получу f6. Достаточно неприятный для меня. Ну, хочется играть поинтереснее. Не могу удержаться от f6. Вскрыть игру. На ef, естественно, бью пешкой. И может быть даже где-то e5 удастся потом протолкнуть. Поскольку король на f2 при вскрытии будет чувствовать себя неуютно. И именно на этот шаг и решился. Неспроста задумался Роман. Потому что позиция критическая. Либо оставлять центр закрытым. Либо идти вот в такую заварушку как раз. Есть ход fg. И на ed, наверное, ферзь d7 с идеей на g4. Можно пойти в такой. Можно побить слон g4. Не знаю, куда денет соперник своего слона. Наверное, на h6. И как бы непонятно, что здесь лучше. Но почему-то хочется здесь именно вот на такое пойти. Поскольку у меня чернопольник сильнее, чем его белопольный слон. И я его переключаю вот сюда. Думаю, здесь уже моя позиция вполне комфортная. Осталось просто завершить развитие ходом либо 2-0, либо 3-0. Так, а это сброс пешки. Соперник понял, что необходимо осложнение, так как стратегически стоит похуже. И решил сбросить пешку. Практически правильное решение. С практической точки зрения. И здесь у него может появиться контур игра. Еще я беря во внимание то, что у меня меньше времени. Конь d4. Но я вынужден играть ладей e8. Поскольку по линии а мне точно ловить нечего. Я должен строить свою игру по центру. Подключить ладью, например, на e3. И слона где-то перебросить тоже желательно. Но соперник и это не дает. Играет очень цепко. Ловит свои шансы. Так, а вот здесь ход слон c7. Хочу просто сыграть ферзь d6 и создать матовую угрозу сопернику. Не дает. Правильно делает. И залазит ладьей ко мне в лагерь. Что не может меня радовать. b4 пойду. Хочу после d4 еще обострить игру. 25 секунд и уже... Вряд ли что я здесь успею, честно говоря. Но была позиция вполне хорошая, которую я просто скатил постепенно. Непонятно совершенно, что сделал здесь с этой ладьей. Очень сильно мешается. Наверное, ферзь g5 тоже перевес дает белым. Но я здесь совершенно ничего уже не успеваю. Просто ладья b7, наверное, выигрывает. Нет хода ферзь c6 и за ферзь g5. Но соперник сдает качество. И добивается также решающего перевеса здесь. Конь e7, последний какой-то шанс разгрузиться. Пытаюсь разменять ферзей и создать какую-то игру на короля за 4 секунды. Смешно, конечно. Но пытаюсь это сделать. Уже 2 секунды. Просто шаги постоянно начинаются. Ну и переход в непонятное окончание, которое может быть даже спасается после этого. После ладьей f5 вот здесь. Хотя, наверное, вряд ли. Даже здесь король f6 должно выигрывать. Ввиду такого варианта. И мне не хватает темпа, чтобы что-то здесь делать. Даже двух. Достаточно интересная партия получилась. Но соперник просто оказался в нужный момент точнее, сильнее. А самое главное быстрее.